МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире ПОДИИ на телеканале ЛОД в студии Светлана Попова. Сегодня в выпуске. В Луганской облгосадминистрации поздравили работников средств массовой информации с профессиональным праздником Днем журналиста. В Белокуракино создают коммунальное предприятие Коммунсервис. Сегодня в Луганской облгосадминистрации поздравили работников средств массовой информации с профессиональным праздником Днем журналиста. Среди отмеченных наградами сотрудники нашей телерадиокомпании. Аплодисменты. То есть сегодня настолько важна ваша профессия, что мы без этого уже не можем жить. Дорогие мои коллеги, я хочу пожелать прежде всего мира нам всем. Я хочу вам пожелать, чтобы наши журналисты именно в Луганской области, независимо в каких вы работаете газетах, издательствах или с кем вы работаете, вы могли честно доносить ту информацию, потому что без информации, информационной, сегодня уже мир не может существовать. А учитывая, что наши Луганщины уже настолько по сердцу потоптались, от вас очень-очень много зависит. В Белокуракино прошла девятая сессия объединенной территориальной громады, на которой было принято решение создать коммунальное предприятие «Коммунсервис» и провести выборы старост в селах, вошедших в объединенную громаду. В рамках субвенции из государственного бюджета для Белокуракинской объединенной громады выделены еще малые деньги на развитие территории. Первую часть денег планируется вытратить на ремонт дорожек, тротуарей и водопроводов. Вторую часть денег планируется вытратить на покупание спецтехники. Чтобы реализовать данные направления, должно быть создать коммунальное предприятие, на балансе которого будет закуплена техника. На сегодняшний сессии было принято решение про створение, призначенный директор коммунального предприятия. Создать новое, чистого листа, предприятие коммунальное, которое будет заниматься теми вопросами, которые нужны для нашего народа. Речь идет не только о селах, но и о поселах, которые в громаде вошли. На сессии Белокуракинской территориальной громады мы сегодня назначены директором коммунального предприятия. Я думаю, что в ближайшее время я приступлю к выполнению этих обязанностей. Предприятия будут выполнять следующие основные мероприятия. Это вывоз мусора, откачка нечистот и ряд других вопросов, которые будут связаны с жизнедеятельностью жителей нашего поселка. Еще одним вопросом на сессии было проведение выборов старост в селах, которые вошли в объединенную территориальную громаду. На сегодняшней сессии было принято решение о выборах старост в объединенной нашу громаду. Из 22 сел, те, что вошли в нашу громаду поселкового совета, будет разделено на 12 избирательных участков, где, естественно, будет избираться 12 старост в селе. А именно, чтобы староста непосредственно был связан с людьми, которые проживают на данном поселении. Мы будем двигаться по территории. Если территория маленькая, то куда справляется там сам староста, пожалуйста. Но, если территория маленькая, то будут помощники соответственно по населению распределяться. Выборы старост назначены на 2 октября 2016 года. На данный момент их функции выполняют председатели сельских советов. Елена Зверхановская, Юрий Ромасюк, Падея. Это не вся информация, подготовленная нашими корреспондентами. Далее в выпуске. Оккупированный Луганск теперь стал Куйбышево Ростовской области с абонентским ящиком номер 21. С Ватова с гастролями приехал Киевский академический театр имени Ивана Франка. Благотворительная ярмарка в Рубежном. Оккупированный Луганск теперь стал Куйбышево Ростовской области с абонентским ящиком номер 21. В незаконной ДНР боевики оштрафовали предпринимателей на сотни тысяч рублей за акцию протеста. В Харцинске люди страдают от непомерно высоких цен на продукты. Подробно об этом в нашем традиционном обзоре. Луганск стал абонентским ящиком номер 21. Так, 1 июня стало известно жителям временно оккупированной территории Луганской области, что с почты боевиков теперь можно посылать письма и посылки в Российскую Федерацию. Правда, эта новость не афишируется, рекламу оккупанты не делают. Об этом пишет реальная газета, передает луганский радар. Так, местная жительница обратилась в одно из отделений почты. И объяснили, что такая услуга есть. Правда, вместо адреса людей заставляют писать абонентский ящик. А он, как оказалось, находится в России. При оформлении адреса для отправки в Россию сроки отправителя пишется. Абонентский ящик 21 Куйбышева, Ростовская область. А улица и номер дома указываются луганские. Ни город, ни указания, якобы признанные братской Россией, фейковой республики нет. Услуга дорогая, ее мало кто сможет себе позволить. Отправить письмо стоит 50 рублей. А посылку 438 рублей плюс стоимость упаковочного материала. Мало того, все остальные почтовые услуги в Луганской псевдореспублике тоже подорожали. Из-за пиара с ростовским абонентским ящиком. Люди говорят, что теперь они не могут себе позволить и письма в оккупированные города Луганской области. Не то, что в Россию. В незаконное ДНР после отжатия обовеками рынков предпринимателей стали больше ущемлять. 31 мая пророссийский пропагандист Константин Долго выложил в сеть видео, где бизнесмены давали комментарии на тему так называемой национализации рынков террористами. На записи люди рассказывают один и тот же текст о положительных моментах этого процесса и снижении арендной платы в несколько раз. Журналист издания «Остров» через свои источники в оккупированном Донецке узнал настоящую картину происходящего, передает диалог. Так то, что аренда понизилась в 2-3 раза, неправда. Люди платят боевикам те же баснословные суммы. Национализация принесла только минусы. Теперь популярны сплошные поборы. Так появилась растаможка, уменьшилось количество выходных дней. Закрыть предпринимательскую деятельность практически невозможно. Но выражать террористам свое недовольство бесполезно и опасно. Даже псевдоналоговая по рынкам ходит с вооруженной толпой охраны. А пропагандистское видео появилось сразу после протеста бизнесменов против поверок террористов. Тогда были выписаны людям штрафы на сотни тысяч рублей. Забота о местных жителях со стороны оккупантов налицо. От визита главаря боевиков в захваченные города падают цены. По отъезду все дорожает в несколько раз. Жители оккупированного Харциска жалуются главарю Донецкого недогосударства на непомерно высокие цены на продукты. Об этом пишет Остров. Местные жители сравнили цены на товары в своем оккупированном городе с другими. И выяснилось, что в Харциске все во много раз дороже. Мало того, что продукты некачественные и безвкусные, так и такие люди уже не могут себе позволить. Местное население говорит, что к приезду главаря ДНР и Захарченко в оккупированный город цены сразу понижают. Только на время визита, а потом обратно повышают. Иногда цена на товар превышает ту, что была до рейда. В несколько раз. Происходит это уже второй год. Но реакции так и не последовало. Люди вынуждены просто голодать, пока боевики наполняют свои карманы деньгами. В Сватово с гастролями приехал Академический театр имени Ивана Франка. На Луганщину театр приехал в рамках программы «Украинский Донбасс». Побывали на спектакле Столичного театра и наши корреспонденты. Главную роль спектакля играл народный артист Украины, актер и телеведущий Анатолий Гнатюк. Для него и всей труппы театра Франка – это не первая поездка в зону АТО. Театр постоянно помогает украинской армии, проводит благотворительные спектакли, выступает в госпиталях. А еще он частый гость на передовой. На Луганщину театр приехал в рамках программы «Украинский Донбасс». «Ця работа не одного дня. Мы, на жаль, пропустили великий период. Это нужно было делать с первого дня независимости. Мы должны сюда приездить с украинскими прекрасными, высокого класса, высокого творчого уровня виставами, концертными программами. Это должна была большая работа проводиться. На жаль, мы это пропустили. Но не все еще втрачено. Поэтому нужно эту работу вести, нужно ехать сюда, нужно спілкуваться, нужно объединяться, нужно понимать, что мы один великий народ». Пьеса «Шельменко-Денщик» считается вершиной театральной драматургии. Некоторые из эпизодов звучат актуально для нашего времени и совершенно по-новому. В финале долго звучат аплодисменты, а руководители района вручают актерам подарки. «Девчонки, мы хотим вам подаровать подарок на дгадку. До Кирюва! Гарний спектакль, такі артисти молодцы. Ну, дуже сподобався. Приятно видеть такой чудовий коллектив на нашей сцене. Колись на нашей сцене мы самодояльный театр играли, играли эту пьесу, и сегодня еще раз мы поринули в эту атмосферу, цікавую, классику». «А вы кого играли, если не секрет?» «Хвеночку». После спектакля фото с бойцами АТО на память и пожелания всем украинцам. «Народ мой есть, народ мой завжди будет. Ніхто не перекреслить мой народ. Пощезнуть всі перевертні приблуды і орди завоєвників заброд. Слава Україні! Героям слав!» После такого теплого приема в Сватово актеры театра имени Франка пообещали привезти зрителям новий спектакль «Правда», пока дату визита не называют Юлия Щербак «Богії». В Новайдаре провели выездные соревнования для школьников детско-юношеского лагеря «Джура». Ребята три дня жили в лесу, в палатках, участвовали в соревнованиях, изучали традиции украинского казачества. Подробности далее. Районний тур всеукраинской детско-юношеской военно-патриотической игры «Джура» второй день проходит под Новайдаром. Мы находимся в лагере, в котором происходят все непосредственно события. Школьники живут в лесу, в палатках, участвуют в соревнованиях, изучают традиции украинского казачества. Руководитель лагеря Харунжа Олег Владимирович, он же заместитель руководителя Новайдарской райгосадминистрации. Харунжий відповідає за дисципліну порядок на таборі, відповідає за виконання рамової програми. Ну, фактично, це батько, мать, сестра, брат усіх таборовиків на цей короткий період. Я знаю, що буде відбуватися, де буде відбуватися, коли буде відбуватися, і куди, коли треба спрямувати таборовиків, для того, щоб це вчасно відбулося. В перший день пройшли казацькі соревновання. В соревнованні «Стенка на стенку» вторе місце зайняла команда Михайлюковської середньої школи. В команде тільки дівчі. Успіхом достиження победи поделилась капітан команди. Просто дуже голосно піщали, і таким чином ми побудили. Я тут вже второй день, і мені тут дуже подобається. Кормять дуже добре, і родителі приїжджають, і учителі. На второй день прошли соревновання по преодолінню полоси препятствий. Саме сложное препятствие було, де треба було передвигати брівна. Ну, брівна шатались, втроєм було неудобно стояти на них. Позже соревновалися в стрельбі. Лагерь закроється 3-го іюня. Команда «Победитель» получит переходящий кубок Организации украинского казачества и поедет на двухнедельный отдых в Ивано-Франковский лагерь «Сяево-Карпат». Валентин Сычев, Илья Трофимов, «Подиви». В Рубежном провели благотворительную ярмарку для сбора средств в Мирославе Муровцевой. Девочке необходима операция по пересадке почки. Подробности далее. Передавати наші урночки, то, що ми сьогодні собрали, нашій Мирославі, ради якого, собственно, ми сьогодні все це і делаємо. Донором Мирославы стане її мама. Женщина готова пожертвовать свою почку дочери. На фоне этой болезни у нас, как видите, ездимо на коляске. Она сама ходити не може. До этого она ходила, бегала, как обычный ребёнок был. В шість лет она заболела гриппом, і їй дало осложнення. Ми лежали в Волчевскі месяц в больниці, а потом лежали в Луганскі. В благотворительной ярмарке участвовало много неравнодушних людей. Я поучаствовала в конкурсе с моими одноклассниками, мы представители 10-й школы. Мы поучаствовали в этом конкурсе, потому что мы верим в добро, и мы искренне надеемся, что всё, что мы сейчас сделали, поможет этой девочке. На операцию Мирославі необходима сумма в 300 тисяч гривень. Ну, а тут мы не могли не откликнуться, потому что надо детям помогать. Ну, и потом ребёнок должен чувствовать, что кроме мамы, папы, семьи кто-то ещё о нём думает. Вот поэтому мы принимаем участие. Доброта, она не имеет границы нигде и никогда. И в любом возрасте, и в любое время. Доброта, говорят, спасёт мир. Да, действительно. А когда она будет спасать конкретного человека, это вообще будет замечательно. И мы это делаем, и будем дальше делать. Так ведь, дети? Да! Помочь девочке можно, перечислив средства на карту по номеру, которую вы видите на экране. И о погоде на 4 июня. В Луганской области переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью 9-14 градусов тепла. Днём плюс 20-25 градусов. В Северодонецке температура воздуха ночью 11-13 градусов тепла. Днём плюс 21-23 градуса. В Луганске температура воздуха ночью 11-13 градусов тепла. Днём плюс 21-23 градуса. Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия или столкнулись с социальной проблемой, звоните к нам в редакцию по телефону 050-328-86-44. На этом всё. Самая свежая информация о событиях в Луганской области на сайте LOTLGUA и в новостях Радио Пульс. Увидимся с вами в понедельник. Хороших выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова